Сейчас я вам помогу? Не надо, отойдите, я сам спробую. Извините. Лучше бы гадости всякие не делали, чем извинения просить. Что вы имеете в виду? Здравствуйте. Спасибо. Я, собственно, не понимаю, почему вы пришли ко мне. Я пришла из-за конфликта с правилами. Они мне, собственно, рассказали, что посылили с вами из-за вашего зятя. Так я и знал, что хребну горе из-за своего зятя. Вы меня простите, а, собственно, какие у вас с ним проблемы-то? Дочка у меня была единственная. Поехала она как-то на отдых с мужем. Там и погибла. Что произошло? Несчастный случай. Автобус перевернулся с туристами. А муж и Олег жив остались. Верно говорят, везет дуракам и пьяницам. Да уж. Ну, а что дальше-то, простите? А дальше он вернулся из больницы сюда. А я, как владелец, собственник квартиры дочери, взял и продал эту квартиру. С этого и начался у нас раздор. И на жизнь, а на смерть. Если бы знал, что так получится, то еще раз бы подумал, а надо ли. Ну, а зачем вы это сделали? Да потому что, зять моя, пустота неописуемая. Пустота неописуемая. Я его всю жизнь не любил. Но как только увидел первый раз, сразу понял, не будет из него толку. И как в воду глядел. Ну, а что он вам сделал-то? Да в том-то и все и дело, что ничего хорошего. С дочкой моей они не очень-то жили. Она его за сына терпела. Я все вмешаться пытался. Но она отговаривала. Говорит, сама разберусь. А меня так подмывало эту голь перекатную на место поставить. Вот только когда эта авария с автобусом произошла, я и понял. Не место ему в моей жизни. Взял и продал квартиру. Ну, и с этого момента начались у нас с ним конфликты. Ну, его, наверное, можно как-то понять. Он дом лишился. Ну, это мой дом. Понимаете? Мой. Не мог я допустить, чтобы он там оставался. А впоследствии еще какую-то женщину привел туда, которая заменила бы его. Мою дочку. Нет. Никогда в жизни. Только через мой труп. Ну, а потом я и внука забрал у него. Вы меня, пожалуйста, ради бога простите, но вы как считаете, вы правильно поступили? Я в жизни во всем люблю порядок. Не мог я допустить, чтобы эта пьянь воспитывала моего внука. Что он мог дать ему? Научить так же пить, как и он? Болтаться с такими же пьяницами и алкоголиками по подворотням? Ну, все-таки он же отец Паши. Никогда он не был хорошим отцом. Так же, как и мужем. Да вы Пашке спросите. Он вам подтвердит. А дальше что? А дальше кошмар. Он стал приходить ко мне, просить, чтобы я вернул ему сына, а заодно и квартиру. Но я был непреклонным. Тогда Олег начал хулиганить, ломиться ко мне в квартиру, в квартиру Провиловых. Кричал, что мы у него не только квартиру, но и жизнь отобрали. Кричал, что жить спокойно не даст никому. Но Провилову это ни при чем, понимаете? Ну, как женщины, а не народ нервный. Ну, вот с этого момента мы и стали немножко конфликтовать. Ну что ж, в принципе, мне все ясно. Ничего, Милочка, не ясно. В этой жизни черт ногу сломит. Да, ладно, я, пожалуй, пойду. Можно? Да, да. А скажите, у вас с внуков какие отношения? Пашка весь в отца пошел. Разгидяй. Надеялся готом каким-то, хоть я его держал все время в строгости. Воспитывал в нем лучшие мужские качества. Видимо, все бесполезно. Ну что ж, спасибо еще раз. Проводите меня. Спасибо.